Вчера была наша первая встреча в этом году. Мы будем говорить о самых больших проблемах, с которыми сталкивается наше общество. Это не увеличение роста ВВП, вопреки тому, что говорят некоторые обозреватели. Это точно не какая-то чертова дыра на Ближнем Востоке, в которой мы должны бесконечно поддерживать порядок, как считают некоторые наши лидеры. Это не нелегальная иммиграция, хотя это и является серьезной проблемой, о чем мы много говорили. Настоящая наша проблема — это семья. Когда-то Америка была лучшим местом в мире для семьи. Американцы могли позволить себе создавать семьи, растить детей. Вы могли быть уверены, что если ваши дети будут много работать, то они будут жить лучше, чем вы. Это то, что называлось американской мечтой. Для небольшой группы состоятельных людей ничего не изменилось. Они все еще живут в 65-м. Для всех остальных эта мечта умирает. Американский средний класс исчезает, потому что исчезает американская семья среднего класса. Вопрос, почему это происходит? Для этого много причин, но основная причина коллапса семьи, о которой никто не говорит по каким-то причинам, чисто экономическая. Мы говорили об этом вчера. Исследование за исследованием показывает, что если мужчина зарабатывает меньше, чем женщина, то женщины в основном не хотят выходить за них замуж. Может быть, они должны, но не выходят. Это создает в обществе снижение числа зарегистрированных браков и всплеск рождаемости вне брака. И, как следствие, все ожидаемые беды в семьях. Наркотики, алкоголь, насилие, увеличение числа тюремных заключений и меньше семей в последующих поколениях. Нужно прояснить, что все это является правдой, подтвержденной фактами. Факты — это тест на правду, которым мы и руководствуемся. В 2015-м расследование, проведенное определенно неконсервативным институтом Брокинс, показало, что снижение роста зарплаты у мужчин привело к снижению коэффициента заключенных браков на четверть за последние 35 лет. Двумя годами позже исследования МИД показали, что когда производства закрываются, то число заключенных браков снижается и неполные семьи становятся более распространенным явлением. Это, в свою очередь, пропорционально увеличивает детскую наркоманию и преступность. Многие другие исследования, которые проводились в течение длительного времени, привели к такому же выводу. Это реально. Это, как мы и говорили, является фактом, как бы нам не хотелось обратного. В идеальном мире все это не играло бы никакой роли. Число заключенных браков не зависело бы от сокращения производства, и все у среднего класса Америки было бы хорошо. Но это не так, и мы не можем повлиять на это. Мы можем только говорить о том, что произошло, и мы это делаем. Но для тех, кто считает своей обязанностью скрывать от вас, куда катится страна, это уже слишком. Эти люди очень возмутились. Вот примеры. Вы знаете, это напоминает мне то, когда женщину обвиняют в беременности, как будто он не имеет к этому отношения. Женщина из зрительного зала сейчас такая... Что? Что? Да. Идея в том, чтобы унизить женщину. Именно это сейчас происходит. Да, точно. Не знаю, по-моему, похоже на собрание психов. Да, собрание психов. Заметьте, что никто из них не может опровергнуть факты, о которых мы говорили. Одна из ведущих в конце передачи признает, что женщины предпочитают мужчин, которые зарабатывают больше, чем они. Это правда, но об этом не принято говорить. Никто не говорит об этом вслух. Таковы правила. И те, кто их нарушает, должны быть наказаны. Это очень распространено. И если вы удивляетесь, как мы оказались в этих темных веках, в которых мы сейчас живем, то вот как это происходит. Поэтому и настоящая наука более не практикуется. Поэтому и искусства больше нет. Комедия умирает. Поэтому люди разучились думать самостоятельно. Это означает конец творчества. Остальные из нас бездействуют, как трусы, когда наказывают невиновных за то, чего они не делали. Потому что мы в страхе. Мы боимся подпасть под осуждение некоторых бездумных идеологов на телевидении. Боимся, что нас будут стыдить и подвергать астракизму в социальных сетях. Потому что мы вышли за очередную линию, или что нас лишат голоса некие большие технокомпании. Толпы обозленных малолеток, как оказывается, рулят страной. Эти люди не собираются делать революцию. Они хотят сохранить статус-кво, чтобы защитить свой статус. Они опьянены властью и ищут новых жертв. Наступит час, и мы будем оглядываться на это время со стыдом и ужасом. Сейчас же мы должны помнить, что страх работает, если мы ему подчиняемся. Что если мы откажемся подчиняться? Что если мы решим публично говорить правду каждый день? Что произойдет? Что они смогут сделать? Они не могут наказать всех. Нас большинство. Давайте попытаемся. Мы начинаем сегодня с Хезера Макдональд, бесстрашным человеком, членом Манхэттенского института, автором книги «Иллюзия многообразия». О том, как расовое и гендерное пособничество, разлагает наши университеты и подрывает нашу страну. Спасибо, что пришли сегодня, Хезер. Моя теория состоит в том, что когда ты говоришь правду, люди начинают возмущаться. Пес, которого ударили, начинает гавкать. Я надеюсь, что, как ученый-социолог, вы подтвердите это бесспорное утверждение. То, что уровень заработка мужчин напрямую влияет на число заключенных браков, не так ли? В первую очередь, я хотела бы поблагодарить вас за то, что вы фокусируете внимание на состояние семьи. Нет большей социальной катастрофы нашего времени, чем тот факт, что все большее количество детей воспитываются без отца. И элита это понимает. Нужно отметить, что браки до сих пор присутствуют среди элиты. Это точно. Тем не менее, элиты абсолютно не согласны высказаться о том, что отцы также нужны детям, как и матери. Но элиты молчат. Их рот на замке. Они отказываются говорить подобные вещи. Это одна из тех истин, которые полностью отрицаются нашей культурой. Почему? Потому что это нарушает феминистскую идею, что женщина все может сама. Здесь также экономическая составляющая, наиболее известная от Уильяма Джулиса Уилсона. Он объяснил падение числа браков среди черных общин, как результат сокращения рабочих мест на Среднем Западе. Он считает, что безработица среди мужчин отрицательно влияет на желание женщин выходить замуж. Но мы также должны посмотреть, как на это влияет культура. Я помню, как мы ехали вместе с молодым симпатичным полицейским из Чикаго. Стабильная работа, хорошая пенсия в перспективе. У него было несколько детей вне брака. Почему? А все потому, что брак как норма просто исчезает в среде черных. Я считаю, что это культурный феномен. До какой-то степени это результат феминистских атак на мужчин. Мы сейчас живем в такое время, когда мужчин постоянно принижают, как источник всего злого в этом мире. И, к сожалению, мужчины отвечают тем, что отстраняются от конкуренции и уходят. И это подвергает нас еще большему риску. К сожалению, в последние годы я вижу такую тенденцию. Если так продолжится и дальше, нас ждет огромный риск. Я бы добавил, что они лишают себя жизни в некоторых случаях. Процент самоубийств среди мужского населения Америки не был таким высоким в течение очень длительного времени. Проблемы, о которых говорил Вильям Джулис в Вилсон Хроникл 30-40 лет тому назад, сейчас являются также проблемами сельской Америки, которая, как очевидно, совершенно отличается расово, демографически и по своим политическим предпочтениям от городской Америки. Мне кажется, что если одни и те же явления одновременно происходят в двух разных группах населения, это должно быть сигналом для политиков. Минуточку! Может быть, мы должны обратить на это внимание и что-то сделать, чтобы как-то решить это. Например, в моем богатом районе нет одиноких матерей. Все замужем. Потому что это работает. Так почему же они не делятся тем, что работает? Это кажется мне отвратительным. Мне кажется, что мы должны обратить внимание на промышленную политику. Нам нужны хорошо оплачиваемые рабочие места. Но я не уверена, что этого будет достаточно. Чтобы изменить культуру, мы должны повысить ценность мужчины. Мы должны ценить мужчин. Наша культура должна утверждать, что мужчины, мужественность, не является чем-то токсичным. У мужчины множество достоинств. Доблесть, храбрость, гражданственность, героизм на войне. Эти качества мужские, ими не стоит пренебрегать. Женщины имеют дополнительные качества и ценности, которые существенно необходимы для детей. Истинно женские качества. Откуда появилась эта идея, что если мужчина проигрывает, то женщина выигрывает? Ведь это является основополагающим убеждением тех глупых людей, которых мы показываем из других шоу. Когда мужчина в упадке, это хорошо для всех нас. Мужчина и женщина взаимосвязаны. Как же неудача одной стороны может быть пользой для другой? Это вредит всем нам. Это абсурд. Ноль разумности. Мы имеем очень много обозленных, озлобленных женщин без всякой причины. Они хватаются за топор, чтобы крушить, у них вживлен чип. И они постоянно ищут причину, чтобы чувствовать себя оскорбленными. Тащат из прошлого примеры сексизма, который уже почти невозможно найти сегодня. У нас есть женщины, которые преуспевают в образовании. Все основные учебные заведения делают все возможное, чтобы принимать и содействовать как можно большему числу женщин. И тем не менее, женщины продолжают сообщать о предполагаемом сексизме 50-х, просто чтобы почувствовать себя жертвами. Это абсурдно. Я не жертва. И я не знаю никого из женщин, кого можно было бы назвать жертвой. Но существует убеждение, что для того, чтобы женщина преуспела, это должно произойти за счет мужчины. И через его постоянное принижение. Это не работает. Это не работает. Я не верю тому, что если кто-то из нас теряет, остальные выигрывают. Это не так. Хэзер, большое спасибо. Спасибо. Раз, два, три!